Благодворительность – это всегда полка о двух концах. И самый интересный вопрос, который сам себе задаешь, когда у тебя просят денег нищий на улице, это жулик или это человек, который нуждается. Оценить с точки зрения обыденного сознания – это невозможно. И здесь очень важный момент – или ты хочешь помогать, доверься. Да, тебя обманут, наверное, в 80% случаев. Но таков твой, скажем, уровень, что тебя готовы обманывать. И ты сам готов обманываться. Никогда не удастся избавить благотворительность от негативного оттенка, что через это отмываются деньги. Самая настоящая благотворительность, когда идет, это когда лично благотворитель, спонсор, придает деньги человеку, которого он лично знает и понимает, что не обманет. Как только организуются многочисленные фонды, которые собирают деньги, и там перераспределяют, мы не должны себя обманывать. Любой фонд, как бы он ни выглядел, чем бы ни прикрывался, он оставляет какую-то долю себе на обслуживание, что не является плохим. И в конце концов есть и опасность ее перерождения в том, что этот фонд занимается лишь пустым перекачиваемым денег с остатком, в основном, на себя. Поэтому вопрос в том, что когда человек лично, который имеет, не важно сколько денег в кармане, финансирует другого человека, другой детский дом, школу, больницу, спортивную секцию, вот это как раз и есть единственный способ избежать любых негативов. Но посмотрите, что стимулирует государство. Государство не говорит людям, ребята, богатые ребята, идите, помогите ближайшей спортивной секции. Они говорят, давайте вот что сделаем. Давайте сделаем большой фонд. Давайте вы сначала деньги будете складывать в большой фонд. Мы будем заодно контролировать, откуда у вас деньги идут. Потом этот фонд будет сам перераспределять. Государство, кстати, не только в России, оно не приучает людей, чтобы благотворились. Это вообще хорошо, прямая, неопосредная. Вот это самый страшный, наверное, сон государства, в том числе российского, потерять контроль над некими финансовыми потоками. Потому что кажется, что потеряв контроль над финансовыми потоками, ты потеряешь контроль над государством. А в реальности это единственная возможность восстановить нормальные отношения между людьми. И есть еще один поразительный момент, который меня всегда поражал. Я довольно долго проработал в США, в Англии. И в разных университетах, работая в США, я каждый раз преподаю в зданиях, которые как-то странно очень назывались. То есть здание какого-то там Джорджа Мэтсена, то здание Квассейч, то еще что-то. И я смотрел не номер аудитории, а аудитории, названные по фамилиям. И оказалось, что это люди, которые просто профинансировали либо строительство здания, либо ремонт этой аудитории. Этих людей уже нет. Но они остаются в памяти. И они не шли ни через какие фонды. Они приходили в эти университеты и говорили, я как-то выпустился здесь, я хочу просто отремонтировать комнаты, я хочу закупить оборудование. И на стену вешается табличка. И люди, которые, скажем, преподают, или студенты, которые ходят по коридорам, у них внедряется мысль, что однажды их имя будет названо аудитория, и их имя будет названо здание. Ни в одном российском университете этого нет. И это поразительно. Я знаю даже другие вещи. Наоборот, когда люди вкладывали деньги в создание университетских музеев, и им даже руку за это не жали. Почему? Традиции нет. Потому что всегда нам кажется, что человек, который финансирует что-то, он хочет для себя что-то выкатать. Да, он и хочет. И эта вещь называется амбиция и самолюбие. И в этом нет ничего плохого.